Так, ну уважаемые ветераны, дорогие сотрудники, студенты, мы проводим каждый год памятное мероприятие, посвященное днем холла освобождения Ленинграда от вражеской блокады, и я его в очередной раз начинаю. Безусловно, ВНМЕХ развивается и всегда смотрит вперед на развитие, но это развитие невозможно, если мы не будем помнить прошлое, заниматься воспитательной работой, лучшие вспоминать моменты нашей истории. ВНМЕХ, как УЗ, созданный для защиты нашей страны, безусловно, помнит главные праздники, связанные с Великой Отечественной войной. Это 9 мая, и день снятия полноценки блокады, что мы сегодня отмечаем, и даже 19 ноября, наш традиционный день артиллерии, который мы празднуем, также родился в Великой Отечественной войне. Сейчас время достаточно такое сложное и в международном плане, и в наших внутренних проблемах. У нас тут новый министр образования, и мы продолжаем взаимодействие и развитие. Но, тем не менее, мы всегда, какое бы время ни было, большое внимание уделяем вопросам патриотического воспитания. И уже, наверное, третий или четвертый раз мы становимся победителями в конкурсе студенческих объединений именно по проблеме военно-патриотического воспитания. Мы проводим различные сборы, и эти сборы мы несколько лет уже проводим в ранге межвузовских сборов. Нам приезжают студенты разных вузов, и в этом году приезжали, по-моему, не менее 8 разных вузов. В основном это оборонные вузы, аэрокосмические вузы, студенты для проведения военно-патриотических слетов, различных других студенческих мероприятий. И сегодня мы приглашаем и ветеранов, и студентов на эту памятную встречу, понимая, что память о Великой Отечественной войне, память о Малкаде, о нашей победе, она должна тесно интегрироваться с воспитателем военно-патриотической работы. И в этом направлении мы являемся одним из ведущих технических вузов страны. В следующем году мы выиграли снова этот конкурс, и будем сейчас продолжать уже организовывать межвузовские военно-патриотические слеты. Там, где мы много внимания уделяем нашей истории в Великой Отечественной войне. День полного освобождения от блокады, это день знаковый для ВМЕКа, и мы не случайно собрались в этой аудитории. Эта аудитория для нас памятна тем, что здесь жили во время блокады наши сотрудники, переживали тяжелые годы, и мы тут обновили экспозицию силами наших выпускников. ВМЕКа с тем, чтобы сохранять и приумножать эту память. Здесь проводим занятия с студентами, которые также являются патриотическими. Безусловно, ветеранов ВМЕКа становится все меньше и меньше, мы это видим, но роль ветеранов не уменьшается. Все мы прекрасно понимаем, что преподаватели мы, профессора, ветераны всегда видим свои успехи в молодом поколении. Мы всегда гордимся заслугами наших выдающихся студентов, которые потом становятся руководителями, и понимаем, что в их успехе, в том числе и заслуга вас, дорогие ветераны, и в том, что вы сохранили наш ВУЗ, и в том, что вы проводите военно-патриотическую работу. И от многих выпускников есть даже отклики. Буквально сегодня я получил поздравительную телеграмму от Романа Владимировича Старовойта, директора федерального агентства по автору. Я только что читал поздравления всему нашему коллективу. Теплые пожелания он заканчивал в Е-факультет, сейчас занимает должность федерального министра по автодорогам. Причем я глубоко убежден, что его работа по специальности, потому что он заканчивал в группе танкистов, и они дороги знают, и в мосты. Вот поэтому многие выпускники помнят и чтят наших преподавателей. Этот год для нас юбилейный, мы будем отмечать юбилей ВМХ, 85 лет по устоявшейся традиции. Мы будем отмечать этот юбилей в ноябре месяце, и многие выпускники уже подтвердили свое участие. Так что наш труд и ваш труд, дорогие ветераны, дает положительный раскил в ММХ, он не пропадает. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником. Я желаю здоровья всем ветеранам, как бы мало вас ни оставалось, заверить, что мы вас все помним, знаем, чтим. Всегда будете отмечать все праздники, связанные с историей Великой Отечественной войны. И вы должны осознать, что ваше дело мы продолжаем. Ваше дело продолжает прогресско-предвдайский состав, продолжают наши студенты, которые их занимают. До сих пор продолжают заниматься, чем дальше, тем больше. Ключевые посты, и это большая радость для всех нас. Мы работаем, дорогие ветераны, с днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Желаю здоровья, счастья и нужности в этой жизни. Вы нам всегда нужны поздравляем. Спасибо.